Привет, Лего Мэны! С вами я, SLM444, и сегодня у нас будет новая рубрика, а именно от худшего к лучшему. Мы разберем все перевыпуски 2020 года и определим, какой из них был худшим, а какой лучшим. Сразу же напоминаю о том, что это лишь мое субъективное мнение, а ваше мнение оставляйте в комментариях к этому видео. Кстати говоря, если вам мало контента от меня, то обязательно подписывайтесь на мой тикток аккаунт RealSLM444. Я создал его абсолютно недавно, и там уже неплохие такие просмотры, и количество подписчиков тоже неплохое. Буду рад всех видеть там. Ну и подписывайтесь на канал, ставьте лайк, и мы полетели. Начинаем с худших, и первым делом у нас дуэль на Мустафаре. 75269. Впервые подобный набор выпускался в 2005 году под артикулом 7257. И он был в разы больше, более функциональным, и в целом задумка набора была более интересной. Здесь же мы получаем какое-то будто бы дополнение к предыдущему набору, который на данный момент мало у кого наверняка сохранился. Да и в целом постройка, на мой взгляд, спустя 15 лет выглядит хуже, чем то, что было раньше. Конечно, тут нельзя максимально вменяемо сравнить эти наборы, потому что в целом задумки полностью разные на самом деле, в плане именно построек. Но и тот, и тот набор являются дуэлью на Мустафаре, Дарта Вейдера и Оби-Вана Кеноби, ну или же Энакина и Оби-Вана. И, по-моему, предыдущая версия этой битвы намного лучше. Тем более, я с уверенностью могу сказать о том, что фанаты ждали другого от этого набора. Но хорошо, хотя бы мини-фигурки не подвели. Следующий это максимально спорный набор Starfighter Энакина Скайуокера 75-281. Ранее джедайский истребитель ЭТО-2 выпускался несколько раз в таком цвете и несколько раз еще и в других цветах. Если же сравнить конкретно эту модель истребителя Энакина, то в последний раз она выпускалась в 2014 году под артиголом 75-38. И, как таковых, изменений она, по-моему, не претерпела. Кроме того, в новом наборе нам еще и принтованную детальку зажидели положить в виде республиканского герба и теперь это мини-наклеечка. Мини-фигурки также не радуют, поскольку арт-2-д2 встречается во многих наборах, а Энакин абсолютно такой же, что и в наборе, который был предыдущим, Дуэль на Мустафаре. Ему заменили лишь голову, взяв ее из Истребителя Энакина по второму эпизоду, который выпускался в 2018 году. Поэтому, честно говоря, в таком виде этот набор, я не знаю, зачем леговцы выпустили, могли бы выпустить, например, Истребитель Оби-Вана синего цвета. Поскольку в последний раз этот набор выходил в 2007 году, он был с гиперкольцом, и мы не имели полноценного астромеханического дроида Оби-Вана. Да и учитывая то, что в этой же волне мы получаем Истребитель Генерала Гривуса, выпустить синюю это 2 Оби-Вана Кеноби из 3 эпизода было бы куда логичнее, потому что именно на ней он прилетел на битву Гривуса Ноутопао, и тогда мы бы могли даже составлять какие-то Лего баталии из этих двух истребителей. К Генералу Гривуса даже можно было бы закинуть, допустим, парочку Магна Стражей, убрав оттуда из набора Оби-Вана. И все было бы суперкруто, я не знаю, почему леговцы до этого не додумались. Далее у нас Ленд Спидер Люка, 75-271. Это набор, от которого уже устали многие фанаты серии Лего Звездные Войны. В том числе, конечно же, и я, в первую очередь. Однако, стоит отдать должное, на самом деле, это лучшая, наверное, версия этой модели корабля, которая выпускалась в Лего. Реально, она претерпела достаточно глобальные изменения, и конструкция стала лучше. Но факт того, что всего спустя 3 года после выпуска набора 75-173, у нас выходит очередной Ленд Спидер. Как-то огорчает и расстраивает, потому что вместо этого набора мы могли бы заиметь какой-нибудь другой в этой волне, а Ленд Спидер Люка могли бы выпустить спустя еще какой-нибудь промежуток времени. Минифигурки вполне неплохие, и Люк Скайуокер также у нас получает пончо в этом наборе. Ну а за Ленд Спидером у нас расположился А.А.Т. Танк Сепаратистов. Это набор под артикулом 85-283, и минифигурки здесь просто сногсшибательные. Однако, если мы сравним сам танк с версией, которая выпускалась ранее, в 2009 году под артикулом 80-18, стал, конечно, хуже, как минимум, потому что он стал меньше. Да, возможно, относительно масштаба минифигурки набор стал лучше, но в плане детализации и крутости внешнего вида, конечно, стало не так прикольно, как раньше. Кроме того, башня этого танка, а точнее пушка, слишком длинная, и некоторые пропорции не соответствуют танку во вселенной Звездных войн в действительности. Однако, набор в целом неплохой, и то, что туда положили Асоку и клона 322-го батальона по седьмому сезону Войны Клонов, очень сильно радует. Далее у нас набор 75-286, истребитель генерала Гривуса. Когда только-только вышел этот набор, я на него наехал, поскольку мне показалось, что он абсолютно никак не изменился в конструкции. Если мы сравним его с версией 2010-го года под артиклом 8095. Однако, если действительно присмотреться, то леговцы изменили даже цветовую гамму, добавив сюда детальки золотистого цвета и сженого оранжевого. Такого еще ранее не было, и вроде бы они чуть-чуть улучшили кабину. Но, несмотря на то, что модель в принципе неплоха, возможно, минифигурки огорчают. Оби-Ван Кеноби точно такой же, что и из дуэли на Мустафаре. Генерал Гривус тоже уже ранее у нас встречался в более дешевых наборах в таком виде. И здесь, возможно, можно было бы добавить ему его козырный плащ, который почему-то леговцы не добавляют в наборы аж с 2005-го года. Ну и то, что включили в этот набор Airborne Труппера, а не командора Коуди, тоже достаточно сильно расстроило фанатов, потому что ставки были именно на Коуди, и мы давно его ждем. Поскольку Капитан Рекс уже появлялся во второй фазе брони, а Коуди почему-то обходит стороной. И если бы подбор минифигурок был в этом наборе лучше, он бы и сам стал в разы лучше. Следующий перевыпуск это Дуэль на Звезде Смерти 75291. В сравнении с версией 2015 года под артиглом 75-0-93, конечно же, этот набор стал куда лучше. Однако здесь абсолютно идентичный подбор минифигурок. Кроме того, Люк Скайуокер никак не отличается, по-моему, от предыдущей версии, как и имперские гвардейцы, если я не ошибаюсь. Дарту Сидиусу заменили лишь его капюшон, изменив на новую детальку. Ну а Дарт Вейдер стал звездой этого набора, поскольку у него появились принтованные руки. Конечно, лично мне хотелось бы видеть больше улучшений в этом наборе, поскольку на 90% он повторяет конструкцию предыдущей версии 2015 года. Однако этот сет станет отличным дополнением к коллекции для тех, у кого не было предыдущего набора. Поэтому он вполне годный. За финальной дуэлью у нас располагается AT-AT. Набор 75288, и я считаю, что это лучший выпуск AT-AT на данный момент, по крайней мере, игровой версии. Сейчас, как вы наверняка могли слышать, ходят слухи о выпуске UCS модели в этом году. Я считаю, что набор шикарен со всех сторон, как в плане минифигурок, так и в плане функционала, играбельности, детализации и всего остального. Здесь леговцы прямо порадовали, это отличный сет, приуроченный к 40-летию пятого эпизода. Возможно, единственным минусом могут являться разноцветные техниковские деталики в нижней части корпуса на креплениях ног. Но это не сильно плачевно. До этого набор выпускался в 2014 году под артикулом 75.054, и также был неплохим сетом, однако новая версия в разы лучше. Леговцы постарались, а также отдали дань самой первой версии AT-AT 2003 года под артикулом 4483, поскольку тот набор также включал в себя Speeder Империя. Ну и самым лучшим перевыпуском в 2020 году, конечно же, стал набор 75.290, Master Builder Series Mos Eisley Cantina. До этого бара в таких размерах у нас, конечно же, не появлялась. Последняя версия выходила в 2014 году под артикулом 75.052, и включала, конечно же, в себя лишь частичку этого легендарного заведения. Обзор и сравнение этих наборов вы можете найти у меня на канале по ссылке в описании, а также по всплывающей подсказке в правом верхнем углу. Кроме того, на многие наборы из этого видео я также делал обзоры, ссылки на которые тоже оставлю в описании. На сегодня у меня все. Пишите в комментарии, понравилась ли вам подобная рубрика, и хотите ли вы увидеть что-то подобное еще в будущем. Я обязательно прочитаю все ваши отзывы, и мы увидимся в следующих видео. Всем спасибо за просмотр, с вами был SLM444, еще увидимся легменные. Пока-пока, пау!